Ребят, всем привет! Рубрика «Что вы наварили?» Не вы, а именно пиовары. Именно крафтовые, то есть мы пробуем новинки за прошедший месяц. У нас сегодня представлено на самом деле 7 экземпляров. Кажется, что вроде как бы месяц был удачный, было все прекрасно и хорошо, но этому есть объяснение, которым я расскажу чуть позже. Кто у нас сегодня представлен? У нас сегодня представлен, соответственно, штамбир, причем мы представлены в двух вариациях, то есть у нас есть охмеленная пшеничка и рисовый лагерь. Соответственно, у нас представлен брелок Монохоп, у нас Весткостик от Велки Моравы представлен, а также у нас представлен Александр И. Джонс, А.И. Джонс, вот, также у нас представлен, соответственно, Василия Островская в коллаборации с Волковской вышла, да, и у нас представлен борщ с вишней от Хопхеда. Давно не было Хопхеда, боюсь я Хопхеда, вот думаю тазик принести, ну ладно, надеюсь, говорят, они справились, поэтому вот и посмотрим. Либо будет большая какая-то феерия, либо будет все хорошо и прекрасно. Сейчас я все это дело уберу и будем пробовать. И давайте начнем, наверное, все-таки с рисового лагера от штамбира. Недешево стоил лагерочек, 250 рублей. Интересно, что у них в итоге получилось. Называется «Какой» или «Какой», наверное, правильно? Изображена, я так понял, девочка, которая поймала звезду на фоне, соответственно, солнца и каких-то там цветов. Штамбир, ну, выглядит очень красиво. Переводится, насколько я помню, как «крутой», либо там «классный» и так далее. Им там называют каких-нибудь там «краш» и еще что-то. Вот что я нагуглю, примерно так я это и понял. Ну, заявочка, как бы, извините меня, назвать «крутой», ну окей, хорошо, ладно. Тут, понятное дело, тут есть связь Япония-рис, Азия, вот это вот все. Окей, хорошо, с точки зрения визуальной и внутренней составляющей, как-то более-менее сходятся. Так, давайте посмотрим по составу, что у нас. Вода подготовленная, солод ячменный, хмель, дрожжи пивные. Так, а где рис? У нас есть ячменный, пивоваренный солод, но при этом риса я тут в составе не увидел. Ну окей. Алкоголь 5, плотность 13. Так, что-нибудь еще у нас тут интересно указано? Ничего больше не указано. Ладно, давайте пробовать, не будем затягивать, все-таки хочется уже все-таки пятничка. Я снимаю это, как у нас сегодня, часов 2 или 3, то есть это пятница, короче, если коротко, 3. Вот, а уходим в очередной раз в длинные выходные. Почему, как бы, у меня сегодня такой, в принципе-то, выбор пива, которым я хотел сказать? На самом деле, я думаю, выпуски снимать чуть-чуть пореже, то есть именно по новинкам. Мне нравится пробовать новинки, но, к сожалению, в последнее время новинок хороших не так много. То есть приходится, на самом деле, париться. И вроде я говорю, что не так много новинок, но при этом я 7 экземпляров, да, сегодня. Только я вот сейчас снимаю новинки за апрель, а часть экземпляров это еще мартовские истории, да. Вот, и почему так произошло? Потому что сейчас у меня приедет друг, и я хотел побольше попробовать чего-то интересного нового. Вот, и, соответственно, решил набрать вот такую вот историю. Поэтому, скорее всего, выпуски по вот этим новинкам Крафта, что вы наварили этой рубрики, они будут выходить, скорее, раз в полтора месяца. Но это не значит, что это будет факт. То есть если за месяц я наберу что-то действительно интересное, там 5-6 бутылочек, то выпуск будет. То есть, очередность, ну, короче, интервалы будут разные, если куда-то так. Почему я, в принципе-то, взял эту вариацию? Во-первых, штамбир. Во-вторых, интересно попробовать, как у них получилось сделать рисовый лагерь. Не так много, на самом деле, пивоварин, именно крафтовых делают рисовый лагерь. Они периодически встречаются, периодически. Вот, но я бы не сказал, что это какая-то повальная история. Потому что рисовый лагерь у нас есть в масс-маркете. Дешевый довольно. Ну, как, вот, там, можно взять какой-нибудь дешевый, там, за 50-60 рублей и до 150 условных. Вот, поэтому просто стало интересно, как они, как ребят, справились с этой задачей. Это было что-то интересное и необычное, более-менее. Поэтому я это и взял. Может быть, даже чуть высосано из пальца. Ладно. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут. Ну, по фильтрации не кристально. Не кристальная фильтрация. Как будто выстоянная, нефильтрованная. Такая, немножко мутноватая. Да, 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 да. Такие частички даже там плавают, видно. Пенная шапочка небольшая. При этом такая, более-менее плотненькая. Ну, визуально средняя. Давайте понюхаем. Ну, пахнет, как рисовый лагерь. Да, чувствуется, хоть и не написано в составе, что есть рис, в запахе он чувствуется. Пахнет не сладко, пахнет приятно, посторонечек нету. Давайте пробовать. Смотрите, у меня возникла дилемма с этим сортом от штамбира. Давайте начнем со вкуса. Вкус действительно хороший, то есть он не сладкий. Что уже большой плюс. Он довольно сухой. Он чуть вяжущий. И тут довольно интересная такая хмельвая горчинка. Довольно необычная. То есть она, с одной стороны, такая приглушенная. Но при этом такая вот чувствуется больше, чем обычно. То есть больше, чем обычно в рисовых лагерках. При этом солодовое тело довольно легкое. Очень легко пьется. Прям очень легко пьется. Но после вкуса, вот это вот вяжущее, оно действительно интересно. И у меня почему возникла дилемма-то. Я думал, что окей, хорошо. Как рисовый лагерь, это действительно хорошо. То есть это прикольная тема. То есть среди тех рисовых лагеров, которых я пробовал, тут действительно видно, что оно отличается. И отличается в качественную сторону. К этому рисовому лагеру сложно придраться. Проблема возникла в другом. Как бы зачем его покупать? Вот это вот возникла проблема. Потому что я думал, куда его поставить по центру. Либо в правую сторону. Потому что пью действительно хорошее. Но в правую сторону я не могу его поставить. Я ставлю туда то, что с радостью бы взял еще раз. Взял бы я это еще раз. Ну, за 250 рублей нет точно. Потому что, как по мне, тут на тоненького. Тут видно, на самом деле, неплохую работу. Но при этом, стоит ли она этого? Будете ли вы... Вот для меня это на раз попробовать. То есть это попробовал? Прикольно, классно. Как один вариант, да. Но взять еще раз? Ну, спорно. Не знаю. Если кто-то пробовал, напишите в комментах. Потому что было бы интересно посмотреть. Сходится ли ваше мнение с моим? Ребята, если вам нравятся обзоры новинок крафта, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А еще у нас есть телега. Ссылочка внизу в описании. Можете подписаться. Там, ну, я думаю, скоро частенько будут проходить розыгрыши. А мы переходим дальше. Так, давайте теперь попробуем. Давайте с нами попробуем все-таки брелок. Это у нас конец квартиры 50. Это у нас отсылочка к мастеру Маргарите. На фоне тут есть такой силуэт кота. Причем, кстати, прикольно сделано, что вот именно, ну, на ощупь прикольно. Вот. И вот эта вот горелка, я не помню, как она называется, бензиновая. Вот. Когда... Это квартира, в которой, короче, жил Берлёс, после чего жил Волонт. Вот. Это та сцена, когда кот запрыгивает на люстру. Вот. В него стреляет. И он вот этой вот бензиновой горелкой, блин, все у меня вылетело с башни, как она называется. И он, короче, кидает, все горит и так далее. Вот. Поэтому тут изображен котик. Не знаю, к чему тут, зачем ему тут приделали клоунскую шапочку. Ну и хрен. Вот. Это... Почему я ее, в принципе, взял? Потому что это сингл-хоп. Ипа с хмелем Белма. Этот хмель отличается... Сейчас пришел себя перепроверить. Цветы кубника и ананас. Вот что мне интересно. Вот поэтому мне стало интересно. Я смотрел, думаю, окей, сингл-хоп. Прикольно. Тори, давай-ка, иди отсюда, дружочек. Не мешай. Вот. Думаю, окей, сингл-хоп. Такой необычный. Думаю, хорошо. Интересно попробовать будет. 320 рублей стоит такой сингл-хоп. Это, как бы, извините, пожалуйста, немало. Немало брелочек, как бы, ну... Окей, хорошо, на вашей совести. Ладно. Тут еще указано, они изменили, на самом деле, меняют этикеточку. И вот тут указали, что они, видимо, стандартную теперь наклейку делают. Честный знак. У них он вот так, кстати, выглядит. Они вот так печатают. В принципе, неплохо, но тут подстершиеся. Возможно, будет тяжело считывать в магазинах. Написано, мы стартовали в 2014 году сегодня. Ну, короче, понятно. Я думаю, что там что-то интересное. Тут, как бы, просто про пивоварню в целом. Так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас по показателям. Алкоголь 6,2. Плотность 17. Так, тут температура подачи. А где у нас горечь? Как на... Ну, на ипашке не ставить горечь? Окей, сейчас посмотрим. Может быть, найдем. Так, по составу вода подготовленная. Сол, пивоварные, ячменные, хвейные продукты, пивные дрожжи. Слушайте, нет горечи? Ну, блин, такое, на самом деле. Потому что на ипашке горечь надо указывать. Окей. Давайте посмотрим, что у них там получилось. Ой, Нарит прям так. Я думал, сейчас верхом пойдет. Нет, не пошла, верхом. Брелок, ну, как бы, он не очень стабильный. То есть, я брелок беру не часто. Но последнее, то, что мне у них заходило, это был Папа Карло. Это ипэлька была. Причем она изначально продалась за хорошую цену, там, рублей 170. А потом улетела в космос 250 рублей. Вот. Ну, как бы, это тоже не космос. Но было приятнее, когда стоило 250. Вот. Почему я взял? Уже сказал, в принципе. Давайте посмотрим. Пиво очень мутное. Очень мутное. Ну, то есть, как бы... Ну, в принципе, для ипашки это окей, хорошо. Пенная шапочка. Такая формата ферри с большими такими пузырями. Этот мне не очень нравится. Так. Ну, визуально ипашка, ипашка. Что с нее взять? Не смотрится пока визуально на 320 рублей. Давайте понюхаем. Да, кстати, действительно чувствуется... Причем, в первую очередь чувствуется клубника. Вот. Дальше уже на втором каком-то оттенке ананас чувствуют. Цветы, ну, такое. Не очень чувствуется. Но запах, на самом деле, очень необычный и приятный. Это классно. Но единственное, что я хотел бы сказать, что с таким запахом я пил точно ипашку. Это была какая-то, скорее всего, либо брелок какой-то был, либо еще что-то, насколько я помню. Пахнет ярко, интересно. И вот запах очень-очень знакомый с какой-то другой ипашкой. Ну, ладно, давайте пробовать. Слушайте, это провал. Я не могу вот это советовать точно. Тем более с такой ценой. Объясняю причину. Первое. Я не знаю, что у нее с газацией, но она выдохшаяся ипашка, если коротко. То есть ты пьешь, и она прям максимально выдохшаяся какая-то. Плюс горечь, ну, прям совсем маленькая. Прям совсем маленькая. Какая-то она, причем, знаете, как бы, она, во-первых, не яркая. И она остается во рту, вяжет, и большое слюноводеление из нее происходит. Неприятно, честно. Вот это неприятно. То есть она такая, типа, мелкая, въедливая горчинка, назовем ее так. И, соответственно, она еще сладковатая. То есть, причем, вкус не просто сладковатый, а какой-то, блядь, я не пойму. Она только будто сиропистая, не сиропистая. Ну, как бы, какой-то странный. То есть она не супер сладкая, но сладковатая. И какой-то вот тело очень странное. То есть оно немножко будто висковатое. Как сопли какие-то, если честно. Не понимаю, что это такое. Ну, 320 рублей это точно не стоит. 100% не стоит. Запах прикольный. Но при этом все остальное, это полный провал. За 320 рублей. 320 рублей. Ё-моё. Вот у нас сейчас будет дальше Велка Морава. Да? И просто вот такой Вест Костик. Ну, можно, в принципе, дальше к нему переходить. Это Пацифик Крио. Вот такой. Вот просто интересно, да? То есть, я даже сейчас сравню. Вот просто ради интереса. У нас Велка стоит на 20 рублей дороже. На 20 рублей. 340 рублей она стоит. Тоже недешево, сразу говорю. Это прям, ну, совсем недешево. Вот, но, ну, это ужасно. Я не понимаю, что с брелком происходит. Почему у них такой разброс? У них крутой Папа Карло. При этом есть Иван Царевич, который от ужаса до восторга. Вот так вот его мотыляет. Ну, как бы, не знаю. У меня к брелку очень спорное отношение. Я не понимаю, как бы, почему так плохо с качеством? Почему оно нестабильное? Хрен его знает. Ребят, из брелка, если смотрите, дайте ответ. Есть внизу личка, можете написать туда в личку. Вот, потому что это, ну, такое. В телеге можете написать личку, есть внизу, короче. Ладно, давайте переходить к Велке. Велку. Я сейчас объясню, почему я взял Велку. Во-первых, это, насколько я помню, это я не помню, только монохоп, не монохоп. Ладно, посмотрел, тут три хмеля, то есть у нас тут цитро-амариловый, по-моему, каскад был, я уже забыл даже, что посмотрел, но это не важно. Я к тому, что тут, наверное, все-таки некорректно будет сравнить монохоп с несколькими хмелями, но, блин, одна и та же ценовая категория. 20 рублей разница, если у вас бутылка стоит 300+, это не такая большая разница. Вот, соответственно, просто вот интересно, насколько вот эта штука уделает это, либо проиграет, мы пока не знаем. Просто Велка, почему я взял Велку? Я к Велке, ну, как бы подписчики, все мои давние, знают, что к Велке я неравнодушен, то есть мне нравится то, что они делают. Помимо выпуска, вот сейчас у меня друг приедет, я взял еще две бутылки Велки, спокойно, других сортов. Там я взял Хелис и Дортмутер по мне взял. Вот, потому что Велка делает качество, как по мне. То есть у них есть проблемы с НЕшками, то есть мне они не нравятся, НЕшки их. Я сколько их не пробовал, это не то совсем, это очень далеко до Биг Бюджи и Заговора, это действительно далеко. Ну вот, но я и не очень фанат НЕшек, поэтому мне пофиг на это. Вот, и мне просто интересно вот та же самая категория, и вот интересно будет посмотреть разницу. Вот это мне точно интересно. Ладно, давайте посмотрим, что нам сделала Велка. Это восклассник Диопол Эль, соответственно 6,3 алкоголя, 15 плотности. Сейчас посмотрим, ребятки указали у нас горечь, потому что что-то мне подсказывает, что тоже нет. Так, горечи я тоже не вижу, я не понимаю этого. Почему нельзя указать горечь? Потому что если бы тут вот ту горечь, которую они указали, прям маленькую, кто-нибудь захотел бы взять, ну, я думаю, что может быть кто-то бы отказался. Все равно, как по мне, эту можно информацию добавить, это ничего сложного в этом нет. Ладно, по составу вода, соло, пиварь и ячмины, их гранулированы, ничего особенного. Изготовитель ООО ПОП, адрес Смоленскую область. Так, это у нас уже делается не в Москве, Гагаринский район, улица Советская. Просто у Павелки хотел бы, кстати, тоже разобраться, потому что, насколько я помню, у них, они варятся не на одном производстве. Мне, по-моему, Антоха Папиласный говорил, вот, по поводу этого. Потому что у них то, что делается в Москве, вроде как более качественное, то, что делается не в Москве, как будто вроде похуже. Может быть, я путаю. Вот, сейчас, в принципе, это можно и проверить. Давайте посмотрим, что ребята на варине. Так. Ну, смотрим. Пенышапка, ну, я не очень аккуратно наливал, но она при этом такая очень плотненькая, очень плотненькая. Тоже нефильтрованная, мутненькая, такое больше у нас оно, ну, допустим, тут как бы понятное дело, что от засыпи зависит, но тут цвет менее привлекательный, более такой мутный, немножко бледный, ржавый. Тут такой более соломистый, визуально очень приятный и красивый. Пенная шапочка плотненькая, вверху такие немножко ферринные пузыли, да хотя нет, она такая плотная, плотная прям. Давайте понюхаем. Блин, запах офигенный. Ну, тут тоже запах был классный, на самом деле, он был сладковатый, по запаху тут претензий у меня нет. Ну, это прям цитрусы, цитрусы, это грейпфрут, причем, притом чувствуются какие-то цветочки, но в целом это больше цитрусовая история, очень приятная, сухая, никакой сладости нету, давайте пробовать. Ну, наверное, все-таки некорректно сравнивать вот эти вот два пива, потому что тут есть точно сухое охмеление 100%, во-первых, и в запахе чувствуется горечь, ну, типа вот вообще разного уровня горечь, да. То есть, там она, как будто какая-то, знаете, мокрая горечь, когда у вас она сливается с солодом, при этом такая невнятная, неинтересная, в данном случае вы получаете, во-первых, это сухое пиво, прям максимально. Сухое, хорошее, сухая и пашечка, вот, она, горечь отделена, скажем так, от солода, солодовая составляющая тут идет на втором плане совсем, причем пиво суперлегкое с точки зрения именно плотности, восприятия именно в полости рта плотности, вот, соответственно, хмелевая горечь очень приятная, такая вот вяжущая, вот, но при этом она не неприятная, она остается на полости рта, она как будто, знаете, такое, как сама горечь шла, а вязкость осталась во рту, вот. Пиво, на самом деле, очень интересное, то есть, это прям хороший вариант, который бы я с радостью взял, но хотелось бы, конечно, не за 320 рублей. Тут не воспринимайте эту историю как мою привязанность к Велке Морала, нет, это не так, потому что Велку умеет делать весткосты, не первый раз об этом говорю, в телеграм-канале выкладывал, соответственно, тоже не раз, по-моему, от Велки весткосты. Это прям очень хороший уровень, очень вкусно, очень хорошо. С точки зрения газации, это тоже, как вы заметили, по слейке все хорошо, пиво очень свежее, легкое, при этом хмельно, сухо, прям, не знаю. Все, кто любит весткостики, прям мою, ну, я рекомендую точно такую историю, это прям очень хорошо и насыщенно. Разница кардинальная, то есть просто кардинальная. Понятное дело, что там разные засыпи, полностью, наверное, сказали, разные рецепты и так далее, но, блин, цена одна и та же, но это такое расхождение дикое, просто такое расхождение дикое. Вот два варианта, да, допустим, штамбир и брелок. Штамбир в своей стилистике сделал хорошее пиво. Брелок в той стилистике, которую он хотел, сделал хреновое пиво. Я просто не хочу засадить брелок, просто, ну, не первый раз такая история происходит. И я не хочу, чтобы вы, там, ведясь на красивую картинку, отсылку к мастеру Маргарите, то есть брали такое пиво и потом обламывались. Вот это бы не хотелось на самом деле, поэтому вот так я и говорю. Ладно, давайте переходить к ID Jones. Для сильных и отважных, дабл и по. ID Jones, 19 плотности, 8,5 алкоголя и, хоть кто-то указал, 55 айбью. Почему я, в принципе, ну, как бы тут ничего такого в этикетке нету, просто хмеля и ничего такого особенного. Ну, и правильно. Потому что, как связана вот эта вот история с мастером Маргаритой внутренне, непонятно. То есть тут понятно, да, то есть в штамбире. Велка просто делает классическую упаковку, поэтому у меня к ним тоже в этом плане претензий нет. И как к ID Jones тоже претензий нет. Как это связано с мастером Маргаритой из квартиры, непонятно. Вот, ладно. Почему я взял, в принципе, ID Jones? Потому что пиво от Александра и Джона, оно, скажем так, было, ну, в этом году стартовало как одно из открытий для меня. Потому что Балтийский портер очень хорош. Томаточка была неплоха. Она очень была похожа на ребят... Как там они назывались-то, блядь? Брюдинерс, вспомнил. Вот, соответственно, томаточка была неплоха, но и пашка у них была довольно... У него, то есть у Александра была довольно проходная. Прям очень проходная. Ничего такого суперинтересного. Ну и шоколадный сталк у них не удался. Вот, поэтому очень интересно посмотреть, что у них получилось с добыпой. И, наверное, хотелось бы сказать, что Александр выкладывал у себя в телеграм-канале о том, что ему варка вот этого пива попала, то есть, ну, это такая финальная варка пива попала к нему после того, как поступила в продажи. И вот тут, Александр, если вы смотрите, вопросик к вам. Насколько вы участвуете, в принципе, в разработке пива? Потому что как без вашего контроля вот финальная варка могла попасть в продажу? Вот. Это вопрос к Александру. Если посмотрит, либо передайте ему, напишите в комментариях где-нибудь ему. Вот. Может быть, будет интересно. Потому что мне нравится то, что они делают вместе с Кониксом. Насколько я помню, правда же, пиватом, да, все правильно, они работают с Кониксом. Мне нравится то, что они делают. Точно у нас Балтийский порт попадет в итоги года, в топы года 100%. Потому что за свою цену этот топчик. А, кстати, сейчас скажу, сколько стоит Дэбл Ипо. Ну, кстати, недешево она стоит, 250 рублей. То есть, чем мне нравится Адис Джонс, то, что, и нравится до сих пор, то, что у них, допустим, тот же самый Балтийский портер, который я тоже сегодня взял на вечер. Он мне в холодильнике лежит. А он стоит, по-моему, рублей 170-160. Вот в этом ценовом диапазоне. Плюс Адис Джонс появился в масс-маркете. То есть, он, ну, кто-то в чатах скидывал, то ли в Перике появился, то ли еще где-то он начал появляться. Это круто. Это круто. И Александр за это прям, ну, поздравляю. Это прям реально крутой результат. Вот, и стало интересно попробовать, соответственно, Дэбл Ипо. Посмотрим, какая она будет. Так. Вот это мне не очень понравилось. Ну, ладно, может быть, я разболтал. Но как будто не совсем. Да нет, ничего страшного. Давайте посмотрим, как она визуально выглядит. Просто, ну, может быть, с Александром когда-нибудь пообщаемся, в принципе, и посмотрим. Пообщаемся с точки зрения того, что узнаем, как он участвует в создании сортов для своей пивоварни. Потому что, когда мы с Александром общались на фесте, мы эту тему не затрагивали. Ладно, давайте посмотрим. Так, оно у нас мутное, нефильтрованное. Какое-нибудь выставленное, скорее всего. Пенная шапочка небольшая. Давайте размотаем немножко. Нет, пенная шапочка прям маленькая, такая мелко-зернистая. Да, нормальная пенная шапка. Давайте понюхаем. Кстати, я забыл сказать, что-нибудь по составу, что-нибудь указано у нас интересное. Ну, то есть 8,5 прям, ну, окей, хорошо. 19,5,5 обьют. Это я сказал. Вода подготовленная, исправленная. Соло пивоваренный ячменный светлый. Соло пивоваренный пшеничный. Хмель пивные дрожжи. Ну, ладно, окей. Пиво свеженькое. Все равно, как бы, тоже свежее. 13 марта розлит. Оно у нас, ну, меньше месяца прошло. Нет, не, наоборот, больше месяца. Полтора месяца прошло. Надеюсь, с хмелями в этом плане все хорошо. Так, давайте нюхать. Слушайте, ну, в запахе прям скудно. Очень скудно. Практически ничем не пахнет. Какие-то цитрусовые нотки прям легкие ухватываются. После даже вот, ну, не даже, я не хочу, блин, обсирать брелок. Просто так получилось. Тут ярче. Тут ярче. Тут прям супер скудно. Очень в легкую. Пахнет какими-то хмелями, больше цитрусами. Давайте пробудим. Слушайте, ну, тяжело назвать это дабл ипой, на самом деле. То есть, точно есть какие-то проблемы. И что ипашку мы когда пробовали, она была довольно легкой. Прям очень легкой. Что дабл ип, она тоже легкая. То есть, в дабл ипе ты ожидаешь больше уровня горечи однозначно. Вот. Тут уровень горечи, ну, такой средний. Больше, скорее, к ипе, а не к дабл ипе. Из плюсов. Это можно точно сказать, что алкоголь хорошо спрятан. Алкоголя нет. Алкоголь не выпирающий. Он мягкий. При алкогольности, сколько у нас там, 8,5 алкоголя. То есть, тут вообще не скажешь, что 8,5 алкоголя. То есть, пьется супер мягко, супер легко. При этом, есть такой вяжущий вкус хороший. То есть, от хмелей. Она тело плотное в целом. То есть, пьется очень приятно, очень хорошо. И есть не то, что сладость. Сладости нету. Она, скорее, такая немножко сластиночка, так сказать, небольшая. Есть, это не страшно, это прям, это не заметишь, если не будешь к этому придираться. Потому что я сейчас в данном случае пытаюсь придраться к любому, в принципе, пиву. Потому что мне нужно, как бы, на максимум его разобрать. В данном случае, по хмелям, опять же, они не осаживаются во рту. Это классно. То есть, ты выпиваешь, чувствуешь вкус хмелей, и он потом уходит. Я бы назвал, скорее всего, это хорошей пашкой. То есть, ну, 250 рублей, ну, многовато. Честно, многовато. Это прям вот, ну, 200 рублей окей. 200, ну, 200 рублей, да. 200 рублей, в принципе, хорошо. Больше, как будто, нет. Но, с другой стороны, мы имеем Найтберг, который продается в Инлабе. Сколько он там, 200-280. Это стократно лучше, чем Найтберг. Вот. И, да, это 100% выигрывает. Пиво очень хорошее. Но это не дабл и па. Это прям совсем не дабл и па. Но, при этом, классно, что чувствуется баланс. Больше упор делается на хмеля. Но тут, как бы, с одной стороны, у тебя в дабл и пи основной упор должен быть. На хмеля. То, в данном случае, тут какой-то баланс между солодом и хмелем. Поэтому, я скорее это поставлю в серединку. Между двух вариантов. Да, я точно возьму 1 джонс. Скорее всего, если у меня будет выбор между штамбиром и 1 джонс. Но, по уровню... Нет, давайте вот так поставим. Я объясню, почему сейчас. Потому что штамбир, несмотря на то, что 250 и рисовый лагерь. Вот. Который, в принципе, везде есть. Но, как будто тут больше работы. В штамбире. И, как будто, тут он более изысканный, более интересный. А тут, наоборот, он недоработанный. Поэтому, как-то не очень правильно ставить более проработанный продукт ниже, чем менее проработанный продукт. Вот, как бы, Александр, если смотрите, то подскажите, пожалуйста, что у вас с охмелемками, что у вас с ИПАшками. Почему они не дотягивают до заявленного? Почему WP это ИПА? Почему ИПА это не ИПА? То есть, почему она такая легкая и супер? Вот это было бы интересно узнать. Но, в целом, это действительно неплохой продукт. Просто не до заявленных характеристик. Назовите его ИПА и продавайте по 200 рублей, по 180. Это была бы вот та ИПА, которую вы продаете. Если вот такую вы будете продавать, тогда это будет замечательно. Ну так, теперь переходим к штамбиру следующей вариации. Это у нас Хопфенвайс. То есть, это у нас охмеленная пшеничка. Это будет интересно попробовать. Я ее тоже цепанул чуть позже, чем все остальное. Докупил, скажем так. Потому что, ну, вы все видели, или там не все видели, обзоры на пшеничке. Вот. Но Хопфенвайс это у нас, по-моему, топ-5 Шнайдер. Да, это Шнайдер, топ-5, который охмелен немецкими хмелями. В данном случае, я думаю, что это были уже не немецкие хмеля. Вот. Но, в принципе, стало интересно. Потому что, вот такую, возможно, бутылочку уже видели. Она продается в Винлабе. Только это у них обычный Вайс. Да. То есть, тут у нас уже Хопфен. То есть, это такая охмеленная пшеничка. Вот. Первая история у них очень популярна. Эту историю они выпустили в конце марта. Давайте посмотрим по составу. Вода подготовленный, солод пшеничный, пивоваренный, солод ячменный, пивоваренный, хмель, пивоваренные дрожжи. Акоголь 4,5, плотность 12. Ну, ладно. Не будем додираться от того, что IBO написать в охмеленной пшеничке. Наверное, все-таки это будет уже лишнее. Ну, в целом, все. Было бы интересно, конечно, какими хмелями они всю эту историю у нас охмелили. Но что-то я не вижу этого. Ну, скорее всего, какие-то американские хмеля, вряд ли, я думаю, что... Не вряд ли я думаю, вряд ли, что они охмелены какими-то там немецкими хмелями, как Шнайдер делает. Но все же. Давайте посмотрим. Так. Интересно, как оно визуально будет отличаться. Ну, что-то, походу, оно никак визуально и не отличается. Что-то я как-то разогнался, пеной шапка из-за этого очень большая. Ой, красивый такой, белесый, мутненький. Да. И мне вот интересно, они как бы используют сухое охмеление? Ну, сказать сухое. Мне почему-то кажется, что они насухо охмеляют, потому что... Хотя какая разница, в принципе, нет. Возможно, не сухое. Потому что, опять же, вопрос того, чего они хотят добиться. Потому что, если они хотят добиться яркого аромата хмелей в запахе, то они, скорее всего, будут использовать сухое охмеление. Если хотят добиться какой-то горечи дополнительной, то... Тогда не сухое. Тогда еще закидывают в процессе. Сейчас я хочу посмотреть, сколько у нас, соответственно, стоила вот эта вот история. 240 рублей стоила эта пшеничка. Ну, немало, немало. Хорошо. Окей, немало. Давайте поднюхаем. Ой, слушайте, хмеля пахнут довольно мягко, цитрусово. Очень необычный запах, потому что это одновременно и запах пшенички, и при этом запах каких-то цитрусовых хмелей. Очень необычно. Давайте пробовать. Слушайте, хороший вариант. Очень хороший. Чем отличается от Шнайдера? Тем, что в Шнайдере больше хмеля, и он более жесткий. В данном случае мы получаем пшеничку. Охмеленную пшеничку, но при этом пшеничка, она такая ровная, выделенная, отдельная. То есть это очень нестандартный вариант, скорее. Тут вы не почувствуете банана, вы тут не почувствуете гвоздики и так далее. Тут больше упор сделан на хмель. То есть тут вы как будто пьете... Тут скорее история, очень газированная история, как вы поняли по склейкам. То есть тут история больше хмель, но при этом приятное тело, которое обволакивает полость рта, как классическая пшеничка, ничего особенного. Если тут и засыпь была бы какая-то вот, ну если бы вы докопались до той самой пшенички, она бы скорее всего была более банановой. Хотя может быть и более гвоздичной, непонятно на самом деле, потому что хмеля покрывает все в целом. Очень нестандартный, очень интересно. Потому что это... Блин, штамм... Молодцы, конечно. Усложнили задачу. Взял бы я это еще раз не взял, не понимаю. Потому что если бы это было около дома, то возможно бы взял. Потому что тут сложно относиться к этому, как к пшеничке. Потому что тут, конечно, хмель превалирует. Хмель очень яркий, хмель сухой, хмель сильно выделяется на фоне тела. Но при этом очень прикольная тема. Очень прикольная тема. Короче, не знаю. В общем, давайте сделаем так. Давайте я вот так его поставлю. Я вам советую это попробовать. Потому что многим, может быть, понравится даже эта история. Потому что, естественно, продукт очень хороший, интересный. Но не понимаю. Она легкая, пьется легко. Вот она такая и должна быть. Я сейчас подумал, что, может быть, стоит сделать так, чтобы она была более нажористой. И была более такой вот банановый, карамельный. Но при этом сочетание с хмелями было бы довольно странным. Потому что хмеля цитрусовые. Хмеля, да, они больше цитрусовые, чем цветочные. То есть, мне прям уже так подкосило. Так неплохо, если честно. Уже язык начинает заворачиваться. Но вот эта история, ее все-таки посерединочке поставить стоит. Штамм молодцы. Классно. Очень хорошая вариация. Если хотите, можете, в принципе, взять штамм. И можете взять еще шнайдер. Вот, и напрямую, в принципе, сравнить всю эту историю. И посмотреть, что будет с этого интереснее. Давайте переходить к Васька и Волчок. И поезд. Как его сейчас я убрал? Бутылочка интересная. Это арахисовый сталт. Это у нас 7 алкоголя, 19 плотности. Причем он стоил недорого. И знаете, что интересное? Я пока с Марио Цену расскажу. Что Александр и Джон, кстати, тоже это пробовали. Можете, в принципе, у них там, у него, по-моему, на сайте это выложено было. Можете, в принципе, эту историю найти. А, нет. Посмотрели. Вот что самое интересное. Васька, как всегда. 160 рублей. 160 рублей. Это очень интересно. 450 миллилитров. Почему я, в принципе, взял? То есть, я хотел изначально взять сталт от Парадокса. Потому что он, по-моему, как бы, они каждый день рождения, по-моему, выпускают. Тори. Ну, ты, конечно, прекрасен. Но давай-ка ты пойдешь отсюда. Ну, Тори, давай. Вот. Они выпускают, по-моему, вот Парадокс каждый год. Новую вариацию сталта. Вот я заказал сначала ее. Потом уже увидел, что, ну, Парадокса не было. И пришел. И мне обсоветовали, что вот пришел Волчок. Это коллаборация Васька и Волчок. Очень необычный. Кто смотрел сталт про... Со вкусом табака. Это было очень потрясающе интересно. И Васька отличается тем, что они классические сорта делают ужасно. Но при этом что-то более интересное и сложное делают замечательно. Вот. Такая парадоксальная пиаларня. Видите, как завернул. И парадокс. Парадоксальная пиаларня Василия Островская. Ну, да ладно. Так. Получается, где у нас тут показатели? Это... А, ну, показатель мне, в принципе, все объяснил. Так, я уже все-таки пьяненький немножко. Уж простите. Давайте по составчику. Вода питьевая. Сол пивоваренный ячменный светлый. Сол пивоваренный мелоидиновый. Сол пивоваренный карамельный. Ячмень поджаренный. Мука аракиса. Обезжиренная. Хмельные продукты. Пивные дрожжи. Вот это интересно. Очень интересно, что Васька смогла сделать. Потому что это звучит, как заявочка. Так. Давайте посмотрим. За такую цену. Это же вообще... Ну... Это подарок с точки зрения цены. Ну... Черный. Не просвечивается вообще. Пенная шапочка такая. Коричневая, плотненькая. Мелко-зернистая. Давайте понюхаем. Пасет арахисом офигенно, если честно. Это прям... Как улетающая пробка. Слушайте, это очень круто пахнет. Это пасет прям арахисом. Это реально арахис. Очень круто. Давайте пробовать. Слушайте, это очень крутой экземпляр. Объясню почему. То, что... Он, короче... Ну, запах потрясающий. Я уже говорил. Запах кайфовый. Это прям арахис-арахис. Во вкусе он... Я боялся чего? Я боялся, что он будет переслащенный. И уже после этого добавлять арахиса. Нет. В данном случае он... И во вкусе как жареный арахис. Такой, но при этом не пережаренный. Такой вот мягонький, приятный, хороший. При этом он чуть сладковатый. Чуть сладковатый. И как будто молочный. Тори. Ну, ты чего, дружок? Вот. В общем, он... Как... Вы чувствуете и во вкусе небольшое арахистость. Вот это вот. Все. Успокойся, Тори. Давайте попробуем еще раз. Да. И во вкусе чувствуете вы арахис жареный. При этом очень нежно обувакивает полость рта. При этом есть жареная... Не жареная, а жареная составляющая. Кофейная чуть-чуть. Но очень высокий упор сделан именно на арахис составляющую. То есть прям... Ой, это прям хорошо. Васька не перестает удивлять. Его, в принципе, тяжело отнести к стаутам. Это очень странная история. Это прям очень странная история. Это больше... Ну, от стаута тут очень мало. То есть вот плотность, жженность небольшая. Очень сильный вкус арахиса. Он все перекрывает. Прям все перекрывает. Если любите орехи, однозначно стоит попробовать. Прям 100% стоит попробовать. Я его поставлю все-таки, наверное, вот сюда. Хотя... Нет, я их вот так вот поставлю. Потому что они оба достойны. То есть вот это прям очень хорошие варианты. Васька, это от любви до ненависти. То есть у них настолько есть дерьмовые сорта. Это ужас. Но при этом есть настолько крутые вещи, что ты просто думаешь, блин, как вы можете делать одно и то же. И ужас какой-то, и прям супер топ. Это очень сложно понять. Да, вот я думаю, что, наверное, вот так это и стоит оставить. То, что Васька, красавцы, сделали крутой продукт. Ладно, Ваське респект. Давайте переходить к последнему нашему варианту. Так, тут важно приготовить тряпочку. Где-то она у меня тут была. Вот она. Потому что мы переходим к хоп-хеду. Потому что хоп-хед это... Это не рофл. Это не попытка как-то оскорбить хоп-хед. По одной простой причине. Потому что хоп-хед последние полгода славится нестабильностью. Славится тем, что у него взрываются банки. Такое часто бывает. У меня до сих пор арахисовый привкус у вас во рту присутствует. В общем, почему я решил взять его? Долго я изрекался не брать хоп-хед. Потому что мне жалко свою квартиру. Потому что, насмотревшись видосов, как они взрываются, не очень хотелось его пробовать. Но, это борщ с вишней. Это очень странно. И когда ребята выпустили борщ с вишней, по телеграм-каналам пивным, пошли, что ребят совсем с ума зашли. Зачем это делать? Вот эта вся история. Когда уже не знаешь, что придумать. Придумаешь всякую дичь. И так далее. И там, в принципе, сложилось два... Не лагеря, а лагеря. Вот. Одни говорят, что типа, ребята, вы что, ну типа, такое есть. Борщ с вишней. Это такая прикольная вещь. И так далее. Другие говорят, что это дичь. И мне стало интересно. Типа, попробую действительно, что это такое. И тряпочка приготовленная, если эта херня гашанет. Я сейчас даже ее расстелю немножко, чтобы на всякий случай. Хопхед. Я, конечно, все понимаю. Вы контрактники, вся история. Но это нельзя так. То есть, ну это ненормально, когда человек покупает бутылку пива, и для этого расстилает полотенце, или тазик ставит, для того, чтобы пив попить. Мне кажется, это неправильно. Тем более, эта вся история стоит 375 рублей. Все-таки немало. Ладно, давайте пройдемся по составчику. Что у нас тут интересного. Вода подготовленная. Сол пивоваренный ячменный. Сол пивоваренный пшеничный. Овощное сырье. Капуста квашеная. Рассол капусты. Картофель. Свекла морковь. Плодово-ягодное сырье. Это вишневое пюре. Пряноароматическое сырье. Это черный перец, душистый перец, чеснок, лук, укроп, вкусовые добавки, соль, хмельные продукты, пивные дрожжи. Окей. 16 плотности, 6 алкоголя и даже 5 IBU. Даже вот на эту историю вы указали все-таки горечь. На заметку всем тем, кто делает охмеленки. Так, ну, я ее аккуратно поверну, как вы видели. Давайте. Я очень надеюсь, что она не гашанет. Я не хочу усрать рубашку. Я не хочу усрать футболку. Ладно. Давайте пробовать. Так. Ну, пока все хорошо. Верхом не пошла. Ладно. Это успех. Давайте пробовать. Не пробовать, а смотреть. Так. Это борщ с вишней. Напоминаю. Визуально это выглядит как борщ и вишня. Тут ничего нового. Ну, то есть, ничего где-то нового, но пены и шапки нет вообще никакой. Ну, визуально окей. Хорошо. Давайте понюхаем. Пахнет очень странно. Пахнет больше борщом, кислой капустой. Но при этом, да, тут есть вишня. Тут чувствуется скорее даже черешня. Давайте пробовать. Слушайте, тут довольно много остроты. Все-таки борщ с вишней я себе представлял не таким острым. Она не яркая острота. Она такая немножко, знаете, вяжущая полость рта. Она скорее как бы ты чувствуешь во всей полость рта, но при этом она не острая, не бьющая. Она такая более-менее разнообразная, но при этом не дотягивающая до того, чтобы казаться интересной. Назовем это так. И вот при этом во вкусе вы чувствуете как будто какую-то такую свекольную составляющую скорее, но эта острота, она перебивает все. В этом ее вся проблема. То есть вы больше чувствуете странное сочетание вишни сладкой и борща. То есть у вас это вот свекольная составляющая. Да вы не чувствуете, какая-то есть такая сластинка странная. Сочетание, короче, вишни и борща явно не удалось. Оно питкое, то есть эту историю можно пить в целом, да. То есть, но при этом сказать, что ты получаешь от него какое-то насовлаждение, искать нельзя. Вот такая вот история, ребята, получилась. Следующий выпуск по новинкам. Не знаю, когда будет. В принципе, напишите в комментариях, насколько вам интересно всю эту историю смотреть, да. Потому что мне пробовать новинки интересно. Я буду дальше их пробовать. Вопрос того, как часто их выпускать. Потому что пилар не так часто делает что-то действительно интересное. Сегодня в целом было неплохо. То есть у нас есть два довольно интересных представителя. Васька и Вэлка, которые, ну, как бы, очень интересны. Штамп хорошо поработал. В принципе, два экземпляра интересных. И Джон, это не WP, это ИПЛ. И два таких провальных варианта. Ладно, ребят. Всем спасибо. Пишите в комментариях, что думаете по этим сортам. Что пробовали, что не пробовали. И хороших вам выходных. Увидимся на следующей неделе. Все, ребят, всем пока.